Всем привет! Для тех, кто за нами давно наблюдают, знают, что вот это вот, то есть ВНЖ в Турции происходит с нами третий раз. И да, многие писали, нахрена вам это надо, зачем вам это нужно, да это полный там развод и так далее и тому подобное. Но для нас, как я говорил еще два года назад, для нас ВНЖ открывает различные двери. Поэтому нам оно по-прежнему нужно. Поэтому мы в третий раз снова пробуем это сделать. Чем закончится, не знаю, может быть закончится тем же, что и тогда. А что было тогда, спросят новые зрители. Действительно нужно внести, как говорится, ясность и рассказать. Первый раз на ВНЖ мы подавали в 2022 году. И на самом деле все было хорошо. Всегда давали всем ВНЖ на два года, вообще абсолютно без проблем. Стоило это вообще просто сущие копейки. Но в 2022 году, в декабре месяце, все изменилось. Мы попали в тот самый пик, когда сюда приехало огромное количество людей. Все начали подаваться на ВНЖ. А мы, вместо того, чтобы это делать, мы, так сказать, запутешествовались. У нас была цель попутешествовать по Турции. И, собственно, мы это и делали. Но потом подались и опоздали буквально на два дня. Ведь тогда ввели какую-то там дополнительную анкету. И просто начали всем поголовно отказывать. Я не знаю, хорошо это или плохо, но наша жизнь, как говорится, больше не будет прежней. Ведь мы тогда улетели из Турции в Азию. Мы оставляли машину здесь, на таможне. Ловили кучу хейта, потому что была вероятность, что действительно смогут забрать машину. Но все обошлось, все хорошо, слава богу. Когда мы были на Шри-Ланке, мы понимали, что нам нужно лететь за машиной. И через почти три месяца мы прилетели. Залетали уже в Стамбул по такому понятию, как шаттл-гириш. То есть тебе дается ровно 10 дней, чтобы податься на ВНЖ. А, и забыл сказать, и в 22-м году у нас был отказ. Как и в принципе у всех, кто тогда подавался. Вот, в общем, мы прилетели в Стамбул по шаттл-гириш. Залетели, и нам женщина, которая помогала с ВНЖ, собирала все эти документы. Она сказала, давайте по этим же документам подадимся. Нужно будет только заплатить за договор, повторно заверить на аренду жилья. Окей, мы это сделали, подались и снова ждем. А в 23-м году была здесь история следующая. Ты подаешься на ВНЖ и просто ждешь. Ждешь месяц, ждешь два, ждешь три. И, как правило, просто после трех месяцев у тебя тупо автоматический отказ и все. Но, по крайней мере, все эти три месяца ты официально охотишься в стране. У нас была немножко другая ситуация. Мы прождали почти три месяца. И срок у машины заканчивался нахождение уже в Турции. Хотя она стояла вот на таможне. Мы были вынуждены ее забрать и в течение семи дней вывезти из страны. И вот 24-й год, мы снова в Турции. Весной мы прилетали просто как туристы, так сказать. Мы здесь купили квартиру. Как раз это первый момент, что многие нас спрашивают, а можно ли податься по квартире. Можно. Я думаю, что в дальнейшем это можно будет сделать. Но, опять-таки, она пока строится. И когда сдастся комплекс, сроки еще размыты. Поэтому подаемся сейчас без квартиры. Первые два раза мы подавались в Анталии, в Кипезе. Сейчас мы подаемся в Химере. И, как я наслышан, здесь попроще. Ну и плюс, забегая вперед, учитывая, что мы купили, значит, здесь квартиру. Здесь в компании Викинг есть юристы, собственно, которые нам все и помогают это делать. Собрать весь правильный пакет документов. Это, кстати, огромный плюс. При покупке квартиры у тебя есть еще юридическое сопровождение элементарного вот этого ВНЖ. В этом выпуске я больше хочу сделать акцент на цены. Сколько сейчас стоит ВНЖ, например, по сравнению с 22-м годом. Расскажу, какие есть нововведения. И также расскажу, как можно сэкономить деньги. Но перед этим очень хочется отблагодарить всех тех людей, которые нас поддержали с ВНЖ. С погодой что-то непонятки. Я думал, в ком-нибудь штили, в какой-нибудь бухточке. Но все штормит, штормит, штормит. Дуют непонятные ветра. Но, в общем, ничего страшного. Мы в несколько подходов уже пытались искупаться. Но у нас становятся людей, которые желающие попасть на футболку все больше и больше. Ищите себя, ребятки. Давайте устроим перекличку в комментариях. Кто себя нашел, обязательно с каждого комментарий. Посмотрите, как вас здесь много. Можно было бы еще ее расписывать и расписывать. Но все-таки мы нажали на стоп. Все, сейчас идем купаться вместе с вами в Средиземное море. Ну, я готов. Надо было Настенку отправить в футболки купаться. Нет? Нет. А я пошел. Ух! Все. Все отправляемся, ребята, купаться в Средиземном море. Так, ну что, погнали. Я прям хотел в прозрачной воде. Ух! Волна. Вау! Фу! Блин, так даже не видно вас. Фу! Ой, какой кайф, ребятки. Смотрите, с каким видом. На Тахталы. Ой, вот так всех видно. Смотрите, какая красота. Вот. Вот здесь уже вас всех видно, ребятки. Обещанная купалка. Пытались поймать штиль, не получилось. Но... Фу! Поэтому все... О, смотрите, какая волна. Фух! Так, все, ладно. Я плыву. Ребятки, всем спасибо, кто попал на футболку. О, вы все красавчики. Фух! Плывем обратно с видом на Тахталы. И так разговорные видео у нас бывают очень редкие, но сейчас мы с ВНЖ решили тоже сделать разговорный. Я немножко снимал, но учитывая, что тот раз, когда мы подавались в ВНЖ, некоторые люди восприняли это как инструкцию к применению. И потом даже писали нам, что типа вот мы сделали так же, и вот у нас не получилось. Мол, типа мы в этом виноваты. Поэтому я решил просто рассказать, как у нас сейчас это происходит и дать некие советы в плане экономии денег. Но опять-таки, дисклеймер, что наш путь не равен вашему пути. И все, что у нас получается, не факт, что получится у вас. У нас большая семья, нас 5 человек, 3 детей, 2 взрослых. И на самом деле сейчас, в 2024 году, подаваться на ВНЖ, это действительно накладно. Подражало абсолютно все. От элементарных ксерокопий распечаток до оплаты госпошлины. Цены конкретно выросли. Поэтому, если вы приедете в Турцию и планируете попробовать податься на ВНЖ, то будьте готовы, везите с собой определенную котлету. Итак, первое, с чего начинается вообще ВНЖ, это, конечно же, с квартиры. Подчеркиваю, что мы здесь купили квартиру в компании Викинг. Тем самым они нас максимально помогают. Вплоть до того, что мы сделали не просто договор аренды на квартиру, а сделали именно прописку в этой квартире. То есть, наша семья здесь полностью прописана, вся. Мы переписали на себя все счетчики. И это большой плюс, так как эта квартира находится именно в компании Викинг. А застройщик этот и обладатель шести отелей имеет хороший статус в Кимере. Поэтому будем надеяться, что у нас все получится. Естественно, все вот эти бумажные процедуры, прописаться, переписать на себя счетчики, это все деньги. Я не помню уже, сколько что стоило, но хочу сказать на примере заверить бумаги. Это самое основное. В 22-м году почему-то у нас забрали оригиналы заверенных документов с апостилем свидетельства о рождении и свидетельства о браке. Мы это в России апостелировали, сюда привезли, здесь перевели на турецкий язык и, естественно, заверили у нотариуса. Тогда это стоило сущие копейки что-то в районе 400 лир за одну бумажку вместе перевести и сходить к нотариусу. За одну бумажку. Ребята, сейчас стоит перевести одну бумажку 500 лир, а заверить 5 документов у нотариуса нам обошлось в 12 тысяч лир. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Это умножайте на 3 и получайте вот такую вот сумму. Теперь про то, на чем можно сэкономить денег. И ни в коем случае не поддавайтесь на провокацию, когда вам говорят, что загранпаспорт нужно тоже перевести на турецкий язык и тоже его пойти к нотариусу заверить. Блин, ребятки, это делать не надо. Загранпаспорт это международный документ, который не переводится на турецкий язык, не заверяется, не нужно, нужна просто копия. Почему это важно? Потому что мы бы отдали примерно 15 тысяч лир, чтобы нашей всей семье 5 паспортов перевести и заверить. 15 тысяч лир. В итоге мы сделали просто копии. В общем, юристы викингов нам сказали, что это делать не нужно. Конечно, помогаторы, они, естественно, это просят, потому что они на этом зарабатывают. По факту, вот юристы компании, которые не первый день, как говорится, замужем, они сказали, это делать не надо. Следующий этап. Здесь ГЕЧ более маленький и простой, поэтому есть такая возможность прийти туда и пообщаться, спросить дополнительно о документе. Пришел, показал, что вообще у меня есть. Мне сказали, что дополнительно еще все-таки нужно. И на чем мы еще сэкономили. У нас остались, значит, фотографии, когда мы подавались на литовскую визу еще в Москве, остались эти фотографии. Я примерно посмотрел, примерно такой размер я показал. И она сказала, что там фотографии нормальные, должно прокатить. Если вдруг не прокатит, потом после рандеву вам придет уведомление, что нужно принести новые. По крайней мере, сейчас в моменте мы уже неплохо экономим. Также, пока мы были в Москве, до нас дошли слухи, что есть такое нововведение, когда они сейчас просят справку о несудимости для взрослых людей. Я не знаю, нужна она, не нужна, но мы решили все-таки это сделать. Мы заказали ее в Москве, это делается через госуслуги, стоит 2 500 вместе с апостилем. Приходишь, забираешь, достаточно быстро, все хорошо. Кому будет интересно, в Москве, на севере Москвы и в центре, есть вот только два заведения, где дают эти справки. Причем это касается не только московской прописки, это всей Московской области, только там можно получить эти справки. Соответственно, эти справки вышли нам на двоих 5 тысяч рублей. Здесь, в Турции, потом вместе с свидетельством о рождении детей и свидетельством о браке, мы эти справки также перевели на турецкий язык и также заверили их у нотариуса. Опять-таки, пригодятся они, не пригодятся, я пока точно не знаю, это будет известно уже после рандеву. В общем, собрали вот такой пакет документов, он на самом деле вообще не сложный. Опять-таки, как, например, в 24-м году, по поводу аренды, я помню, в 22-м году и в 23-м году собственники жилья, они просили договор оплачивать там на несколько месяцев вперед, там на 6 месяцев, на год и там, естественно, цены на недвижку, ну, прикиньте, разовый платеж, там заплатить, не знаю, там условно 6 тысяч долларов, либо 12 тысяч долларов наперед, ну, так себе история. Но, учитывая, что мы в большой викинг-семье, нам здесь все вот так вот помогли, предоставили не просто квартиру в аренду, а еще и нашу всю семью здесь прописали. Это, ну, я уверен, что это огромнейший плюс при одобрении. После сбора всего вот этого пакета документов нужно было обязательно купить такие красные папочки, называются ДОСЯ. В 22-м, в 23-м году мы этого не делали, у нас просто были файлы. Здесь сказали, что нужно их приобрести, стоит там недорого, там сколько-то лир, даже не помню. И на каждого человека это папочка. А, кстати, для того, чтобы еще, естественно, взять рандеву, нужно, естественно, турецкий номер, а сим-карту я покупал уже ранее в выпусках, стоит она от 1200 лир. То есть это как тоже расход на все эти документы. Еще есть пункт трат, который капец какой существенный, это, ребятки, страховки. Сейчас требуют страховки на всех, поэтому делали страховку на всех. Я не буду долго рассказывать по поводу цен, я просто скажу, что действительно существенный расход. Я просто прикреплю два скрина. Смотрите, это первый, это второй. Две компании, которые делают страховки, это цены. Да, они привязываются к возрасту, и чем младше, тем дороже, чем старше, тем дороже. Относительно, ну, наш возраст, это плюс-минус еще цена адекватная. Но это та штука, которая и в 22-м, и в 23-м нужна была. Соответственно, страховки, да, это прям большая трата была. Это наша попытка, наш способ, да, как получить вид на жительство в Турции. Есть еще, кстати, сейчас нововведение, такое, как, и мы бы скорее всего вообще пошли бы по нему, если бы у нас на кармане было 100 тысяч долларов. Что это значит? Сейчас приняли такой новый закон. Ты можешь открыть компанию, сделать уставной капитал 100 тысяч долларов. На эти 100 тысяч долларов купить квартиру, как бы, получается взаимозачетом. И тем самым у тебя будет рабочая виза, ты можешь здесь работать, нанимать людей. И при этом ты получаешь вот вид на жительство. Но учитывая, что у нас сотки нету на кармане, поэтому мы идем вот более сложным и, так сказать, рискованным путем, потому что если нам откажут, то мы вот опять потеряем кучу-кучу денег. Но есть и еще один способ. Это точно беспроигрышный вариант. Там не просто вы получаете вид на жительство, а еще и получаете сразу турецкий паспорт. Турецкий паспорт, конечно, открывает другие горизонты, не то что в НЖ. И как раз даже у викингов в Кемере это можно сделать. Я покажу для самых богатых людей нашей аудитории два проекта, которые сейчас есть. Посмотрите. Ребятки, я точно знаю, что у нас есть определенная доля наших зрителей, которые очень богаты. Это 100%. В общем, эти объекты, которые мы сейчас с Димой вам покажем, точнее Дима их покажет, и мне тоже. Я-то просто смотрю на них и уже облизываю слюна уже. Сейчас это уберу слюну, пускаю. Эх, да. Это вот для вас. Ну, а нам, простым смертным, просто посмотреть, к чему можно стремиться. Дим, ты бы хотел себе такую виллу? Конечно, хотел бы. Кто бы не хотел такую виллу? Ну, давай, рассказывай, что это такое. Мы в центре Кемера. Нас сразу встречают ворота. Это самый центр Кемера. Значит, до моря, до пляжа здесь, наверное, около километра. Наверное, чуть-чуть может быть побольше. Вот. До всех основных магазинов тут пешая доступность. Райончик такой достаточно тихий, закрытый. Там сейчас мы поднимемся на второй этаж. Там также открывается панорамный вид на горы. И вокруг здесь тоже только частные большие дома. Соседство тоже все такое хорошее. Да, офигеть. Ну, пойдем. Какой здесь домофончик, не везде такой увидишь. Добро пожаловать, ребяточки. Смотрите, какая калиточка. О, ёпперес, это я сейчас заплачу. Чик, закрыто. Дворик. Проходите. Ва, приватный бастик, да? Офигеть. Вилла 4 плюс 1. 4 спальни и большая гостиная. Офигеть. Слушай, еще и бастик такой для взрослых и для детей получается. Да, здесь, ну, понятно, что приватные виллы, они обладают своей закрытой территорией, своим бассейном. И внутри, вот, обрати внимание, первый и второй этаж, он как бы полноценный. Да, не без косов. Да, нет вот этих скосов. Там, кстати, на задворках новые еще виллы тоже строят. Вот эта вилла, она обжитая уже, там мебель, техника, та вилла совсем новая. То есть, мы территорию покажем здесь, а внутрь зайдем в ту виллу. А, хорошо. В продаже у нас две такие виллы, поэтому если у тебя есть зрители, две семьи, которые хотят жить рядом с турецким гражданством, то что эти виллы подходят под гражданство. То есть, паспорт сразу получаете? Конечно, да. То есть, наверное, паспорт на всю семью, на две семьи. А чё, а чё цена? Цена как... По-боже, давай. Давайте сначала посмотрим, а. Вот это да. Слушайте, ну, конечно, да, это совершенно другой уровень. Сто процентов. Не, ну мы можем понаглеть, хотя бы покупаться здесь. Ныряем? Ныряем. Ладно, пойдемте вовнутрь тогда посмотрим, что там. Здесь, вон, посмотри, сколько места для машин. Я прям офигел. Слушайте, мы зашли, я говорю, нифига тут территория. Смотрите, ты вот на машине заезжаешь, там у тебя по две машины, еще можно две машины пославить. Вообще можно вот хоть караван поставить. Не, ну здесь прям, да. А как ты с ним зарулишь? Хорошая идея. Нормально, он вообще заруливает только в путь. Ну, понятно. Вот, то, что я говорил тебе, видишь, вид. Здесь, кстати, мне эта вилла даже больше нравится. Сто пудово, да? Потому что, посмотри, какой вид шикарный. Да, неплохо. Так, ну, по территории вот все понятно. Басик там уже видели мы. Да, вот здесь, кстати, веранду этот навес, да, можно сделать такой же, как вот у той виллы, куда мы заходили, а можно сделать что-то индивидуальное. То есть, например, сделать ее полноценную, сделать выходы на балкон, да, со второго этажа. То есть, здесь есть пространство для мысли, как говорится. Потому что эта вилла, уже на ней есть и скан, и тапу. Здесь можно переделывать хоть как под себя. Хоть как, да. Ну, пойдем, покажем, что там внутри. Ой, ребятки, добро пожаловать в роскошь. Дверь. Сразу же гостевой санузел. Здесь шкафчики. Вот так это все здесь выглядит. Огромная гостиная, видите, сейчас ролетики поднимаются. Здесь кухня. Ну, естественно, все будет иметь, это мебелировано, с техникой, это все понятно. Самая лучшая мебель, самая лучшая техника. Да, полы здесь теплые. Подогревные? Да, тоже с подогревом. Ну, шикарно. Я не знаю, что тут говорить. Это даже бессмысленно. Сюда огромный телек, плазму с таким видом. Смотрите, что из окна видно. Смотрите, какой вид на гору. Класс. Ну, финики растут. Пальмы. Ой, красота. Выходи. Это вообще. Ну, супер. На выход. На выход, да. На второй этаж. Вот здесь, кстати, тоже забавно сделано. Все из стекла. Пойдемте. Тык-тык-тык. Ну, здесь вот будет включаться подсветка, когда будешь подниматься. Это, видимо, с датчиками. Вот. И здесь сколько комнат? Четыре получается, да? Вот. Первая комната с огромным балконом. Блин, реально с большим балконом. Слушайте. Вот. Красота. Вид на горы. Класс. Кондиционеры, кстати, Дайкин. Дайкин. Вот. Это, видимо, хорошо. Да, это хорошая маска. Ага. Так. Ну, понятное дело, что все сейчас с ролетами закрыто. Потому что никто здесь не живет. Так. Дальше. Следующая комната. Она уже без балкона. Вот с одним окном, но в бассейн. Для детей. Самое то. Естественно, в каждой комнате. В комнате сплит-система. Здесь у нас также туалет. Душевая кабина. Блин, слушайте, его крутяк, а? Это я, мечтающий о такой Вилле. И еще одна мастер-спальня. Вау. Со своим. Со узлом, с балконом. Ну, слушай, Дима, если хочется ванну поставить. Можно поставить ванну. Ну, здесь можно будет изменить? Конечно, конечно. Ааа. Так, ну вот. В две семьи взяли. Так, ээ, здорово. Будешь перебахиваться. Гамак повесить между виллами. Слушайте, ну здорово. Да. Дима, что по цене? Вообще, цена, прайсовая цена этой виллы миллион долларов. Ооо. Но, как обычно, не падай. Как обычно, у нас есть товарищ Ибрагим. Вы можете напрямую с ним приходить, договариваться и предлагать свою цену. Потому что, как я понял уже, в рынке больших таких дорогих объектов очень важен покупатель. То есть, если есть здесь и сейчас готовый покупатель с деньгами, ну пусть... Как говорит Сезанна, вот так махал, вот так махал деньгами. С деньгами, ну пусть чуть поменьше. Это можно все обсудить. Потому что, ну вот, цены сейчас на рынке, они очень гибкие. И мы тоже понимаем, что крупные объекты, они... Их тяжелее продать, чем там более мелкие. Поэтому приходите напрямую, торгуйтесь, предлагайте свою цену и забирайте объект и получайте гражданство в подарок. Слушай, ну а от нас прям вот скидка вот прям сразу, сходу есть какая-то она такая? Ну потому что, если ты говоришь миллион, даже скидка в 10% это существенная скидка. Минимум 10% мы можем от вас скидку сделать. Минимум. Полтысяч долларов, прикинь. Офигеть. Ну если захотите нам ее, просто скиньте эту скидку. Закроем вашу импотеку. Не, ну а что у вас есть на покупку таких вилл? Это, ну это очень супер. Да. Блин, я влюбился. Шикарно. Контакт Димы, как всегда, в описании. Пишите ему, передавайте от нас привет. Ждем в Кибире. И есть еще одна статья расходов, назовем ее финальную, заключительную. Это оплата госпошлины. Госпошлину сейчас мы оплачивать не будем, так как неизвестно, что будет на рандеву. И на рандеву нам могут сказать, например, какие документы неправильные, либо сразу дать нам отказ. Сейчас вроде как я слышал, что все это делается, вообще мгновенно пришел, дал документ, на тебя посмотреть, сказали либо до свидания, либо что-то донести, либо одобрение. Посмотрим, как будет. Поэтому госпошлину надо оплачивать уже чуть позже, после рандеву. На взрослого человека пошлина стоит 1319 лир, представляете? А на ребенка 941 лира. В 22 году пошлины были 500 на взрослого и 250 на ребенка. В 23 году 900 лир мы отдавали за нас взрослых и 500 с копейками мы отдавали лир за детей, за каждого. И прикиньте сейчас, какая цена. В общем, ребята, в НЖ сейчас это накладно. Но опять-таки, при условии, что у вас такая большая семья. И вот мы подошли как раз к тому моменту, что мы взяли вот это, рандеву, талончики, нас пригласили всех дружно на рандеву. И на днях мы пойдем подаваться. Ребятки, держите за нас кулачки. Кулачки. Пишите, кто сейчас в Турции, кто получал ВНЖ, кто уже получил его. Пишите, либо получил отказ. По какой причине? Что объясняют? Где вы подавались или где вам отказали? Пишите в комментариях. Давайте обсудим. Интересно, как будет у нас, но ничего загадывать не будем. Вот, дошли сейчас до рандеву. В следующем выпуске, в одном из следующих выпусков, я уже вам расскажу, как прошло рандеву. И очень надеюсь, что уже следующий выпуск, я начну со слов, типа, мы получили ВНЖ. Я очень на это надеюсь. Все, ребятки, всем пока, до нового выпуска.